Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это выпуск программы Акцент. Меня зовут Юрий Алаев. И как вы видите, мы сегодня вещаем не из привычного всем интерьера, не из обычной студии, а из так называемого шоу-рума, где только что, буквально 20 минут назад, закончилась встреча с чрезвычайно, на мой взгляд, интересным, неординарным человеком. Это Екатерина Еременко. И вот сейчас я пытаюсь ее представить и думаю, да, но сначала давайте так. Так как мы смотрели здесь фильмы, фильмы документальные, режиссер мы, продюсером которых является Екатерина Еременко, значит, мы начнем с того, что вы сценарист и режиссер, режиссер-документалист. Но, мало того, вы топ-модель. Топ от слова «топать» по подиуму. Да, подиум. В мое время топ называли. Подиумная модель, да. Вы математик по школьному образованию, математик по образованию МГУ, выпускница Мехмата с красным дипломом. И только с течением обстоятельств не позволила вам закончить аспирантуру. Но зато я рассказываю вам, уважаемые зрители, чтобы не мучить нашего гостя. Мы ее спрашивать будем о другом. И вы закончили студию у Марлена Хуцеева, во ВГИКе, и потом еще студию документальную, школу документального кино в Берлине или в Нюрнберге? В Мюнхене. А, в Мюнхене. Это такая программа специальная для уже профессиональных документалистов, которая помогает развить проекты для того, чтобы они стали успешны на международном рынке. То есть это программа, идея в том, что люди, работающие в своей стране, уже делающие фильмы, чтобы помочь им так развить проект, чтобы он стал востребованный не только в родной стране, но и в других странах. Это такая специальная программа. Понятно. Спасибо за уточнение. Ну вот на этом я, наверное, характеристики внешние такие закончу. Хотя, если вы не будете выражать, походу я все-таки пару вопросов таких, ну, относительно личных задам. Потому что среди всех, кто нас смотрит, достаточно большое количество студентов, в том числе студентов-журналистов, политологов. И некоторые нюансы, связанные с вашими профессиональными приемами, с вашим подходом к сюжетам, их будут интересовать наверняка. Но вот мы только что посмотрели несколько фрагментов из фильмов, которые в разное время выходили на экраны, были увенчаны лаврами в прямом смысле. Да, это престижные достаточно премии в области кинодокументалистики лавр. Одна за сценарий к фильму «Чувственная математика» и одна, если не ошибаюсь, номинация лавр за первый фильм. За русскую канарейку. Кстати сказать, так немножко у меня улыбку вызвало. Вы эту «Русскую канарейку» снимали, если мне память не изменяет, в 2003 году она вышла, да? Да, да. Это фильм, по идее, о фестивале канарейчного пения. И мы постараемся перебить наш разговор некоторыми фрагментами, если не возражаете, чтобы здесь все сразу не пересказывать. Но что вызвало улыбку, три года назад Дина Рубина, популярный писатель в детективном жанре, запустила серию, как она это назвала, трилогия, такая иронический детектив, который тоже так называется, «Русская канарейка». Я просто подумал о том, какие бывают разные русские канарейки. Да, я не читал ее. Я тоже не читал, но уже заявка идет, что это вот такой шпионский, детективный какой-то сюжетик и так далее. Но помимо этого я забыл еще упомянуть, что вы несколько лет работали в программе «Времечко» в качестве корреспондента, в качестве репортера и ведущей. И первый вопрос, самый простой, вот насколько этот опыт журналистики, здесь такое пересечение любопытное, вы прошли школу такого метра, как Марлен Хуцеев, а потом такое легкое снижение жанра, вы занялись репортерской работой, и вернулись все-таки к кино, но к кино документальному. Здесь нет некого вот какого-то, ну, дисгармонии какой-то, вот дробности вот в этой линии? Нет, знаете, во-первых, это все параллельно происходило. Сначала, я даже не помню, как было, сначала, по-моему, это было параллельно, я училась во ВГИКе и работала во Времечко. И для меня этот опыт был очень важен, не просто учиться во ВГИКе, а еще делать какие-то практические работы, которые востребованы на телевидении. У меня все время были проблемы, мы, студенты, должны делать игровые работы, мне все время нужно было как-то понимать, для чего я что-то делаю. И когда я делала эти репортажи и знала, куда они потом могут войти, мне это помогало, у меня смысл был в этом какой-то. И Хуциеву тоже показывала свои телепортажи, они ему нравились, ему нравилось чувство юмора на экране. Он не противился тому, что вот вы так занимались? Нет, он, кстати, сам любил программу Времечко, потому что это была очень свежая программа, были совершенно непрофессиональные ведущие, которые абсолютно, мы все говорили очень неправильно, зато был какой-то воздух свободы, какой-то драйв, и это был прямой эфир, это ужасно бодрит. Ну да, адреналина хватает. И до сих пор я дружу с некоторыми ребятами, с которыми мы тогда вместе работали, и это было прекрасное время. И знаете, что было хорошо, что удивительно, мы могли реально как-то каким-то людям помогать, и это здорово очень. Я потом уже работала на Первом канале, я помню, что я сделала один репортаж, после моего репортажа семье дом подарили, а другому человеку квартиру дали. Ну это, конечно, возможно было, когда репортаж на Первом канале, а семья в Якутии. Конечно. Не в Москве. Не в Москве, но вообще это очень приятно, когда ты делаешь какой-то репортаж трехминутный, а потом как-то это влияет на судьбу. Ну да, в советское время это считалось делом чести для любого солидного издания, для газеты. Да, вот письмо сначала позвало в дорогу, потом из дороги вывернулись, написали какой-то материал, кого-то поставили на место, бюрократа заблочили, хорошему человеку помогли, ему что-то дали. Ну, традиция такая, да, не прерывалась в каком-то смысле. Но я на самом деле спрашивал об этой дробности еще, знаете, почему? У меня вот по тем фильмам, которые я, ну, чувственную математику я полностью видел, здесь вот несколько фрагментов вы представили, у меня сложилось впечатление, что вы все-таки снимаете не вполне такое каноническое документальное кино, что в нем достаточно серьезно присутствует и некая постановка, в хорошем смысле слова, да, то есть вот эта вот рука режиссера, и ваши герои, это не такая камера, которая там, да, откуда-то из засады, там вот скрытая съемка, ваши герои ведь играют в ваших фильмах, я не знаю, они поддаются там вашей энергетике, как она сообщается. Не получается ли так, что в результате мы видим картинку, не вполне соответствующую документу эпохи, не вполне соответствующую реальности? Меня совершенно это не волнует, что мы видим в результате. Мне интересно работать с людьми, с которыми мне интересно. Мне сейчас работать с документальными, живыми людьми интереснее, я так думаю, чем было бы интереснее пытаться из актеров что-то вытащить. И я бы не стала так жестко себе какие-то рамки ставить, определять, что можно делать, что нельзя. И главная этика, если ты не нарушаешь этические законы, если ты бережно относишься к людям, то то, что я никого не обманываю. Да, я понимаю, но вы... А вот вы очень правильное какое-то слово использовали, вот эта энергетика, которую ты передаешь героям, действительно это очень важно. И для меня это был важный опыт, когда я работала моделью, насколько... Чем хороший фотограф отличается от плохого? Именно тем, что он такую атмосферу создает, что ты чувствуешь себя свободно, как ты себя выражаешь, как ты не можешь выразить себя в другой ситуации. В этом-то, собственно, и есть смысл. И модели, когда я работала моделью, были топ-модели не те, которые там идеально красивые, у которых правильная черта лица, а именно какая-то энергетика, какие-то классные девчонки, у которых какая-то положительная энергия, аура. За ними интересно смотреть. И поэтому, мне кажется, сейчас я, когда по другую сторону камеры, я стараюсь именно такую атмосферу создать, где люди максимально интересно себя проявляют. Но при этом у вас есть какая-то, выражаясь в терминах, там, театра, да, сверхзадача? Вы заставите перед какой... Вот вы сделали фильм, вот этот вот «Чувственная математика», прекрасный фильм. Мы с вами об этом до записи, до эфира говорили. Я поделился своим восхищением операторской работой. Павел Костомаров. Да, Павел Костомаров. Но что вот в этом... Конкретно по этому фильму, что вы хотели? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Что мне было важно? Полностью изобразительное решение было... Абсолютно могла спиной повернуться, что называется, к Павлу, потому что я знала, что визуально полностью мне даже лучше не вмешиваться. А мне важно было ввести моих героев в состояние, когда они начинали думать. И когда я смотрела материал, когда я смотрела за людьми, которые находятся в своем мире, когда они реально думают о чем-то, вот тогда для меня начиналось что-то сакральное, за этим безумно интересно наблюдать. Моя задача режиссерская была показать страсть, остальное все неважно, страсть их и наука. Вот ради чего... Катя, вы меня простите, но вы общаетесь с такими людьми в этом фильме, с филдсовскими лауреатами, да, с гениями математики. Не самая, по-моему, сложная задача заставить их думать, как вы сказали. Они, по-моему, без этого просто не существуют. Чтобы они забыли про камеры, начинали думать о своем. А я у меня был даже какие-то свои, даже фокусы, свои трики. Потому что, ну как, обычный адекватный человек, приходит к нему журналист, что-то его спрашивают. Он отвечает, и нормальное желание, чтобы журналист скорее ушел, оставил его в покое. Люди, которые снимались, они не ищут публичности, им совершенно не нужна реклама. Наоборот, это не нужно было еще придумать, чем их увлечь, почему они должны соглашаться, и раз, и почему они должны время свое тратить на меня. Вот почему? По-разному, по разным причинам. Максим Концевич, он посмотрел предыдущий фильм «Мой класс». Никита Некрасов, который учился в моей школе на 4 года младше меня, в классе которого я преподавала, он коллега Максима. Это мы говорим о героях фильма «Чувственной математики». Да, он принес Максиму предыдущий фильм «Мой класс». И, видимо, они решили, что это хороший фильм. Фильм «Мой класс» – это про судьбу одноклассников. И Максим считает, что это хороший фильм, ему было это интересно, но он согласился сниматься в следующем фильме. То есть я свою репутацию режиссерскую, это очень мне важно. Каждый раз, когда я с героями, с какими-то новыми встречаюсь, я обязательно дарю им свои предыдущие фильмы, чтобы они видели, как я бережно отношусь к героям. Если бы ко мне пришел режиссер и предложил меня снимать, я бы никогда не согласилась, не зная, что он делает с героем. Вот эта этика самая важная, потому что… То есть, бэграунд важен. Не то, что бэграунд, важно личное качество человека, потому что, когда живой человек снимается, ты разрешаешь ему лезть в свою жизнь, конечно, у режиссера оказывается материал, который можно по разному сторону повернуть. Ну да. И вот это очень важно, доверять человеку, которому ты доверяешься. Вы заметили, что ваши герои не нуждаются в публичности. Ну, понятно, что они… Они не ищут публичности. Они не ищут публичности. Мы нуждаемся в публичности. Они самоценные личности. Но вот я посмотрел на первого героя, Вилани, да, Цедрик Вилани. Ну, я понимаю, что это такой нормальный выпускник, и коль нормаль, но в то же время он, конечно, актер, и видно, что ему-то как раз публичность нужна. Ну, замечательно. Как раз он… Почему? Я думаю, что он делает абсолютно правильно. Он считает, что математике необходима популяризация. И я тоже считаю, что математике… Неплохо было бы, чтобы они время от времени, чтобы были такие, как Вилани, которые спускались со своих небес к нам. И нужна популяризация, и нужно школьников привлекать к математике и увлекать их этой страстью. И он считает это его миссией. Он специально тратит это очень много времени, и много времени на это тратит. И даже его стиль одежды и поведение, я думаю, все подчинено вот этой его задаче, и он прекрасно отдает себе отчет. На самом деле у него все под контролем. И он очень адекватный человек, он очень… Ну, прагматичное, наверное, немножко отрицательное слово, но очень в хорошем смысле рациональный. Рациональный, да. Рациональный, да. И он все понимающий. Он просто прекрасно, что вы начали фильм именно с него, потому что вот его поведение, его жесты, то, как он ест, да, вот на этом конкурсе тортов, он такой живиальный, он такой… Все. Он вот уже своим появлением в кадре, он совершенно четко подтвердил, что да, речь идет о чувственном, о чем-то чувственном таком, о чувственной математике. Но не все ваши герои таковы, да. И я не хочу никого обидеть или показаться каким-то, в общем, ну, таким неполиткорректным абсолютно человеком, но и сказать об этом не могу. Некоторые герои производят впечатление вот реально людей не от мира сего. И… Ну, мы знаем, что, например, аутисты очень часто становятся гениальными, да, в той или иной сфере, но особенность развития, да, правильно говорят, что человек с особенностями развития. И когда люди… Вот этот фильм, о котором мы с вами говорим, его ведь посмотрела очень большая аудитория, насколько я понимаю, он имел успешный прокат, что вообще поразительно для документального кино, тем более для кино о математике. И вот люди, которые смотрят это, смотрели это, вы не боитесь, что у некоторых вот возникло просто, ну, какое-то опасение, что это вот что-то такое, что если я этим займусь, то вот просто опасение за собственный рассудок, за то, что все будет хорошо. И, кстати, сказать о Вилане, я обратил внимание, при всей своей вот этой вот такой вот живости, витальности, да, он очень часто употребляет слово монстр. Он говорит об этом, говорит об этом, но если соединить, это монстр. Опять о том, о том, и опять монстр, монстр. То есть у него тоже такое ощущение, сознание, что вот он стоит, или они, эти люди, математики, эти гениальные люди стоят вот перед какой-то бездной и долго-долго в нее смотрят, а она начинает смотреть в них, да, как говорят. Я возвращаюсь к сверхзадаче. Вот это популяризация математики. Но так как вы показываете живых людей, они раскрываются перед вами, не боитесь, что это может вызвать участие аудитории, вот обратный такой эффект, что лучше, вот лучше я займусь рукоделием, условно говоря, да? Нет, ну, прежде всего, вы не совсем согласны, потому что, мне кажется, в моем фильме все люди здоровы, это очень важно. Я не снимаю сумасшедших людей, я снимаю здоровых, увлеченных людей. Они особенные, они талантливые, конечно, они отличаются от нас, может быть, но душевное здоровье мне очень важно. И наоборот, мне кажется, когда они счастливые люди, даже кто-то мне потом рассказывал, сравнивал этот фильм «Чувственная математика» как фильм фэнтези. Это как будто фильм оказался в некотором смысле проводник в какой-то волшебный мир, к которому люди счастливы. И это прекрасно, это очень привлекательно. Я получала очень много откликов, и один мальчик мне написал, что посмотрел фильм «Чувственная математика» и решил вернуться в заброшенной диссертации. Он прекрасный отзыв, если кто-то решил вернуться после этого. Кто-то написал после другого фильма буквально «Геометрия» про то, что людям, бросившимися математику, смотреть осторожно, можно почернеть от зависти. Мне кажется, это тоже прекрасный комплимент, когда ты смотришь на людей, которые счастливы, которые занимаются любимым делом. По-моему, это здорово, и это, наоборот, очень привлекательно. Ну да, и мы с вами знаем, и сегодня в аудитории вам задавали вопросы об этом, и говорили, сколько в математике трагедий. Трагедий не разума, не возможности доказать, какую-то теорему, а трагедий личных. Ну я даже не стала бы говорить про трагедию, а драм. Я думаю, драм. Да, уместить драмы. А потому что математике за внешней такой аутичностью иногда скрывается много страстей, которые, может быть, не видно, которые... Это интеллектуальный труд, который не лежит на поверхности, который трудно понимать. И, конечно, люди, когда углубляются в какие-то темы, конечно, цена вопроса велика, их все усилия, и, конечно, случаются драмы. Вы занялись... Ну, я понимаю, что из четырех фильмов один только посвящен... Нет, буквально геометрия. Да, буквально геометрия, который еще не сделал. Нет, буквально геометрия вышла. Я показывала ролик, может быть, вы видели, где про группу... Да, 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 да. Там танцоры... Танцоры, человек стоит на голове. Это мы снимали в Берлине. В основном про центры дискретизации в геометрии и динамики. Это проект, в котором я работаю в Берлине, которым руководит наш математик Александр Бабенко. Он наш соотечественник. Это большой проект, в котором работают около 60 ученых. И у меня была возможность быть вовлеченным в этот проект, снимать как раз методом наблюдения работы математиков. И мне это тоже очень дорог, фильм. Он шел тоже в прокате, буквально геометрия. Он немножко по-другому снят, чем чувственная математика. И снимала его Ира Шаталова, тоже наш очень талантливый оператор. Частично. Вы говорите, ваше, вы имеете в виду собственную студию, которую вы основали в Берлине? Фильм? После чувственной математики меня пригласили работать в университет. То есть у меня есть как будто моя фирма, есть работа в университете. И в университете как раз я работаю и снимаю под крышу университета фильмы, которые должны популяризировать математику, математиков. И мне сейчас очень интересно вот в этой области искать какие-то именно новые формы, новые пути рассказа об этом. Уходить от старых форм. Я не снимаю типичное научно-популярное кино, где там обычные интервью ученых, а как раз пытаюсь какие-то новые формы, которые мне интересны. И надеюсь, зрителям тоже. У меня такое ощущение, да, вы меня поправите, если я не прав, что, в общем, вот вы из тех людей, которые живут в ладу с собой и делают то, что они хотят, то, что им нравится. И не делают... все всегда живут, но по мере возможности... И не делают того, что им не нравится. Вы закончили математическую школу с математическим уклоном, как принято говорить, вы закончили Мехмат, вам этот мир близок, по-своему, да, понятен. Вы говорите в общем на одном языке со своими героями, и вы делаете фильм о них. А... Понимаете? Так звучит очень все легко. Ну, да, но я же говорю, вы меня поправите. А нет намерений или планов заняться популяризацией, например, физики или химией или каких-то других, необязательно, естественно, научных дисциплин. Ну, во-первых, математика сложнее, потому что физики, химики, им есть что показывать. Проще наглядно показать что-то. Да, да, и поэтому математика более особенная в этом смысле. Это очень абстрактная вещь. И вы не ищете легких дорог. Ну, мне это интересно. Потом в сложностях и есть как раз вызов. А если у тебя есть вызов, тебе приходится быть творческим, что-то придумывать. Потом обратная сторона того, что я работала среди этих людей, это вещи, о которых я изначально не думала. Потому что, казалось бы, чем больше ты проводишь времени среди людей, тем ближе ты к ним можешь подойти. Что-то там понятие глубже оказывается не совсем просто. Как я начала работать среди людей, за первую неделю мне многие люди рассказали то, что рассказали, а потом они испугались, потому что я не уезжаю с этим материалом, а продолжаю среди них работать. И вполне нормальные здоровые отношения на работе с коллегами, но не очень-то раскрываться. Ну вот, это такая тема, о которой раньше не задумывалась. Поэтому мне нужно тоже для себя было какие-то новые нормы выработать. Даже если у меня были, может быть, какие-то интересные материалы для кино, я понимала же, что фильмы я буду показывать студентам, в которых эти люди работают преподавателями, это тоже какие-то ограничения. Но тем не менее, мне хотелось сделать важный фильм, который мне интересен о очень важных вещах. И это такой был шпагат, который не совсем легко было преодолеть. Фильм я очень долго монтировала, вот эту буквальную геометрию. Были какие-то эпизоды, которые с точки зрения кино замечательные, но они странно бы вошли в фильм про профессора, который читает лекцию. Все-таки должна быть какая-то дистанция, это нормальное, здоровое отношение. Но тем не менее, для меня фильм оказался, я очень долго вытаскала какую-то человеческую. Одно дело, конечно, там есть сюжет, он как подводная лодка на разной глубине плавает, есть разные линии. С одной стороны, это фильм про проект, мы рассказываем про решение определенной задачи, но, конечно, мне не хотелось потратить, я не знаю, год своей жизни, чтобы рассказывать именно, как они эту задачу решают. Конечно, ты каждый раз ищешь какие-то свои глубинные смыслы, которые к тебе обращаются. Для меня вот оказался, это такой вопрос, профессия – огромная часть нашей жизни. Да. И вопрос о том, где ты вкладываешься на 100%, где ты 100% внутри, чем ты готов пожертвовать, как раз то, о чем мы говорили, математики, почему, потому что они сходят с ума, но почему это близко находится, трагедия рядом, драма, почему, потому что люди готовы на пределе возможностей. А где я сама нахожусь на пределе, где та граница, на что я готова, чем я готова пожертвовать, чтобы найти истину. Но это вопрос, это вызов, и себе даже вопрос такой задачи сложно, потому что тут вроде бы я немножечко работаю, тут немножечко, а где на самом деле, где тот самый мой главный фильм, который вообще фильм моей жизни, ну, если я к своей профессии обращаюсь, или к математикам, вот эта тема очень важная. Даже если ответ на вопрос нигде и ничем мы не готовы жертвовать, все равно задавать этот вопрос нужно, мне кажется, время от времени, это жесткий вопрос, и вот этот вопрос, это линия, а на фильме у меня появляется, для меня это была важная человеческая линия. То есть фильм идет 66 минут, мы, конечно, показываем математику, рассказываем математику, показываем разные аспекты жизни, у каждого человека своя история, как-то складывается судьба, но для меня вот этот очень важный и страшный вопрос был, вот этот о своем посвящении делу. И там возникают еще такие философские мотивы, независимо от того, с кем из математиков вы беседуете, я не знаю, насколько это лежало в русле замысла, или это такой вот эффект, нам не дано предугадать. Но я когда смотрел, когда Вилани заговорил об энтропии, о загадке ее распространения, потом о том, как меняется восприятие объекта, рассыпается все в зависимости от того, как на него смотришь, с какой точки зрения, с ракурс. И уважаемый наш академик Фоменко, который говорил о предельной минимизации поверхности, там как-то я вот в этот момент просто подумал, что похоже, уже не о математике речь идет, а о загадке жизни вообще, о том, где мы зачем существуем и где наши пределы. Это вне замысла или это вот то, что эффект реального художественного произведения, несмотря на то, что по жанру это документальный фильм. Я сейчас вам не комплимент говорю, я вот искренне хочу понять и услышать от вас ответ. Нет, конечно, мне хотелось в каждом сюжете, то, что мы рассказывали, вот тема, которая говорила про посвящение себя и про другой фильм, про буквальную геометрию, которую мы не видели. я-то вернулся сюда. А в чувственной математике, ну, конечно, мне хотелось дойти до сути у каждого героя для каких-то вещей. Очень интересная ситуация получилась с героем, который я немножко сейчас показывал, Бисмут, Джан-Мишель Бисмут. Он говорит о свободе какой-то полной. И я знаю, что когда фильм вышел, 2012 год, многие такие почти революционные программы использовали... Политический аспект вдруг возник. Абсолютно. Я рассказала Бисмут, он так смеялся, Катя, я тебе боюсь в Россию ехать, я ничего этого не имела в виду. Я говорю про математику. Очароваться. Ну, просто когда... Нет, ну, дело в том, что, оказывается, когда человек говорит о том, что ему ужасно важно, и вот математики мои, которые, они находятся в своем мире, говорят в своей математике, находятся вот в этом мире и думают об этом, они производят какие-то слова. И слова, они становятся как религия, потому что, которая по-разному может толковаться. Какие-то фразы, которые на каждого человека определенным образом ложатся. И воздействуют. И воздействуют, потому что Максим говорит какую-то определенную фразу, он имеет что-то свое, но она прозанесена в таком состоянии, что она мне тоже апеллирует. Это чисто... У него шаманские абсолютно какие-то вещи, да. Абсолютные. Он не проговаривает половину, надо понять, надо догадаться. И он говорит, что нужно рассматривать все одновременно. И вот эти фразы, я так же, как, я думаю, какие-то религиозные тексты написала, что каждый человек к своей жизни привязывает и какие-то свои смыслы вкладывает. Поэтому они какие-то сакральные становятся. Но если это честно сделано, если человек действительно находится в этом состоянии, когда он наедине со своей страстью, с истиной, с тем, что ему действительно ужасно важно, такое иногда возникает состояние. И вот это действительно объект кино становится. Неинтересно мне было бы снимать фильм, который что-то объясняет. В Ютубе очень много роликов, которые рассказывают, как решать квадратное уравнение. А дело кино – это обращение к человеку, к его сути. И мне интересно работать с математиками, с учеными. Мне кажется, это самые интересные люди сейчас, которые реально двигают нашу жизнь и придумывают новые смыслы какие-то. И то, как мы сейчас живем, это математики изменили нашу жизнь, вообще говоря. Ну да, математика в основе всех наук. Да, я помню этот постулат. Нет, но вообще то, как мы живем, чем мы пользуемся, это же… Конечно. Я очень надеюсь, что мы с вами разговариваем не последний раз, в том числе и под телекамеры, но сегодня время истекает. А давайте пару слов просто скажем про будущие проекты. Просто я очень надеюсь, может быть, использовать тоже эту возможность, рассказать, что два фильма новых на подходе уже фактически смонтированы. Один – это короткий фильм, который тоже было сложно снимать. меня на Ахме попросили снять фильм про конференцию, вы будете смотреться про теорию струн. Теория струн – это такая загадочная область, в которой вообще непонятно, там можно сидеть на конференции, ни одного слова просто не понимать. А арфа будет в этом фильме? Арфа нет, арфа не будет. Не будет никто на голове стоять, никто не будет, ни танцев, ни арфы. А другой фильм, очень мне очень дорог, я его делала 16 лет, и в некотором смысле для Казани есть какая-то определенная… О да, мы отрывок видели. Мы видели отрывок и дело в том, что один из героев моего фильма в Антарктиде рассказывает про вашего замечательного ученого-математика Андрея Николаевича Соломатина, который профессор Казанского университета. И в некотором смысле вот фильмы про Антарктиду упоминаются, вот ваши ученые. И я очень надеюсь, что фильм должен скоро выйти, он практически готов. У нас будет премьера на кинофестивале в Чехословакии в апреле месяце, и очень надеюсь, что будет возможность его показать здесь, и надеюсь, что у него тоже будет прокатная судьба. Фильм будет называться «Озеро Восток. Хребты безумия». Приезжайте, я думаю, университет вас встретит с удовольствием, а профессор Соломатин приложит отдельные специальные усилия для того, чтобы встреча прошла на высшем уровне. Соломатин скромный человек. Я мог бы на этом остановиться, но у меня все-таки есть вопрос, который меня попросили задать журналисты, студенты, журналисты. Вы когда были на подиуме, когда были моделью, да, или топ-моделью, как говорят сейчас, сотрудничали с ВОК, с Харпер, с База, то есть с очень серьезными, да, лейблами такими. Сейчас, как кинорежиссер, как сценарист, вас финансируют и привлекают к работе такие корпорации, как BBC, да, и люди задают вопрос, как это может быть? Человек закончил мехмат, ну, хорошо, мы тоже закончили что-то, да, но он там был на подиуме, он как-то себя зарекомендовал, но BBC, это же, вот, в двух словах, можно сказать, как, начав с чего-то, выйти на уровень, который позволяет тебе на равных разговаривать или сотрудничать с большими-большими медийными корпорациями? Спасибо за этот вопрос, главное не бояться этого всего и ставить себе самые большие цели. Я, когда поступила в Discovery Campus, это казалось тоже совершенно просто космос, работать с BBC, оказалось, потому что они очень мало дают работы вне, журналистам свободным, они делают 95% своими усилиями, они даже англичанам, местным фирмам дают очень мало заказов внешних, но есть такой был слот, Storyville, очень легендарный редактор Ник Фрейзер, который очень делал особую программу такого творческого, необычного кино, и ему очень понравилась идея, про которую рассказывала вот эта структура, которую я заранее придумала, играть с законами физики, рассказывая про одноклассников. Это новая идея. На самом деле, вот спрашивал сейчас, молодой человек ко мне приставал, спрашивал, дай мне какие-то контакты. Контакты не значат ничего, я скажу, и деньги не значат ничего. Если у тебя есть идея, ты под свою идею найдешь деньги, и ты пройдешь сквозь стены. Главное придумать. Если ты найдешь, если у тебя правда хорошая идея, я верю в это, что ты найдешь людей, которые тебя поддерживают. нехорошие идеи, да, идей-то много, но... Нет, ну, если ты поймешь, когда это хорошая идея, если это оригинальная идея, если такое никто никогда не делал, идей мало на самом деле, мало новых идей. Если у тебя есть, если ты знаешь, что ты хочешь сделать, я думаю, что ты найдешь и деньги, и возможности, и все. Спасибо. Это обнадеживающий ответ. Если я правильно его понял, для меня это тоже важно. Я думаю, что для многих наших зрителей это тоже важно. Надо иметь голову, надо иметь смелость, надо уметь думать и придумывать. И иметь желание что-то сказать. И, да, чтобы было что сказать и хотелось что-то этого сказать. Или желание что-то выяснить для себя хотя бы, да. И показать другим. Я выяснил. Поделиться. Если есть желание поделиться, то все получится. Все получится. Спасибо огромное. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. А в гостях у нас сегодня была Екатерина Еременко. Я сейчас опять начинаю перечислять. Кинорежиссер, киносценарист, топ-модель, математик. Вообще по призванию, наверное, но занимается сейчас чем-то другим. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова